здравствуйте сегодня мы говорим о филировке филировка звука мы говорим о приеме перля то есть жемчужина игра и стиле игры который называется говорящие пальцы но прежде всего я хотел бы сделать вот что я когда посмотрел последнее видео насчет бархатных басов заменитых бархатных то там обнаружил одну небольшую неточность тот бас который должен прозвучать так сказать на весь мир он не только в конце фантазии имеют 3 сейчас вот в этом месте да он точно также находится в самом начале фантазия то есть самая первая нота который извлекается вот неким щипком а таки все с этим закончили теперь переходим плавно к филировке я был должен только сказать что сегодня игра не на рояле играть на пианино но это неважно потому что суть в том чтобы показать как именно делались этим эти приемы и так филировка звука берта ненавидела когда при игре при окончании фраз откусывают последний звук ну скажем так готова была убить она всегда требовал чтобы это было вот она филировка как она это объясняла вот представь себе у тебя есть нитка когда ты ее отрезаешь ножницами то ты звук откусываешь вот ты делаешь именно так а когда ты нитку откусываешь зубами а то у тебя остаются такие маленькие тоненькие волосочки которые понимаешь вот они они исчезают вот это и есть филировка это есть насчет каким образом второй звук при помощи небольшого такого поглаживания причем это всюду это не только не только в классическом музыке это и в романтике но допустим скажем скажем не так а именно в классике допустим вот такое мягкое движение скажем на выдохе где еще есть я думаю что на этом уже в принципе остановиться окончание последнего звука за счет поглаживания кончиком фаланги все теперь прием который называется перля жемчужная игра об этом приеме я говорил очень много но я должен сразу предупредить что я его конечно не покажу так как она его показывала бета потому что этим приемом она занималась точнее обучалась с самого детства на в школе столярского у барты кстати тоже барты рейнгбальд ну та самая знаменитая рейнгбальду который учился как вы знаете эмиль гильдс значит что это за прием это жемчужная игра перле но она им владела не на громкох не на громком звучании это кстати говорю не так то и трудность не сыграть громко быстро и отчетливо она это умела делать именно на пиано ну я не знаю я попробую ну допустим скажем я когда пришел к ней на первый курс у меня перле не было у меня была в пальцах манная каша у меня были слипшиеся пальцы я играл этюд мне было 17 лет я играл этюд тоже номер 17 для минор этот тот самый знаменитый вот и у меня никак не получалось ровно мне никак не получалось отчетливо меня не получалось вот это вот дикция и вот барты именно на первом курсе именно в этот момент стала меня обучать своему знаменитому легендарному приему перле сейчас я буду показывать как она это делала в медленном темпе правой рукой я возьму специально на октаву ниже что кто-то было видно кисть не зажатая она немножко собрана и опущенная слегка вниз видно да играется сверх громкими звуками это именно обучение этому приему то есть играется вот так вот как бы постреливается звуки завидно еще раз такое идет сверх активная пиццикката скажем так потом темп естественно увеличивается вот это вот стакката именно стакката она продолжается в этом потом еще еще более ускоряется и в итоге мы получали вот такой эффект я еще раз повторяю что у меня даже не получается одной сотой того что делала барта потому что на пиано это у него звучало ну просто я не знаю ну фантастически вот она играла я еще раз пытаюсь показать вот именно тот самый финал и для мажорной сонаты это было у меня это настолько получалось прозрачно особенно поместно на рояле это была фантастика так и теперь наконец перейдем к последнему приема но это скорее даже не прием это ее манера игры и стиль игры которые называют говорящие пальцы то есть человеческая интонация живая музыкальная речь вы понимаете когда мы с вами когда я вам рассказывал обо всех этих приемах легата дышащие руки окончания фраз глубокое погружение в клавишу проглаживание все это были так сказать звенья одной единой цепи которая называлась искусство кантилена то есть искусство пение на рояле так вот я не знаю почему сейчас но мне кажется сейчас уже не поют на рояле вот нет вот той самой кантилена той самой вот поющих вот говорящих пальцев допустим так опять же возвратимся с вами к легата вот тоже вижу сейчас по телевидению когда не то что взрослого взрослым в конце концов наплевать но когда дети играет концерт рахманина вы играть вот таким приемом давайте они прячутся за педаль играют в большом зале и думают что это легата на самом деле играет в диме костяшками вот этими частями пальцев вместо подушечек я думаю все время куда смотрят педагоги и понимаете вот я слушаю вот такого ученика или вообще вот такого пианиста и думаю господи какой же ты счастливый дурик что тебя не слышит берта потому что она бы за такие вещи тебя стерла буквально в порошок вот эта легата вот это скользящая плавно вот это бесконечно передающийся из пальца к пальцу с плавной с дышащей рукой или с дышащей как правило мне кажется что она совершенно исчезла из-за прихода вот она была живая интонация то что было делала бета еще раз сначала одна рука идет а потом ее подхватывает чем она играла совершенно вытянутыми пальцами вот такими то же самое допустим скорее даже кончиками причем эти говорящие пальцы не были не только медленной музыки они не были так же и в быстрой она никогда не играла быстро она произносила всегда очень с интонацией и пыталась пропеть ну допустим это не только медленная музыка но и с дыша на вот ну а 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 серединочка ну уаа а да 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 не Все это было произнесено. И так далее. И наконец мне хотелось бы поговорить об арабеске Шумана, в которой, я бы сказал так, суммируются вообще все те приемы, которыми она владела. Это и говорящие пальцы, это и легаты, это и прозрачная фактура. Вы понимаете, так как она играла арабеску совершенно божественным звуком, так я больше ни у кого не слышал. Вот это самое начало, понимаете, было ощущение вот этой картины, что происходит, на твоих глазах происходит чудо. То есть она как бы плела вот эту золотую паутинку, вот эта журчащая фактура, и звук возникал в слотной тишине. Самое начало, вы понимаете, примерно так, скажем. Субтитры создавал DimaTorzok Серединка у него была настолько, настолько, как сказать, искренне, настолько нежно, какая-то, ну не знаю, настолько пронзительная. И вот все самые говорящие пальцы. Что касается Кода, Кода это, это было вообще просто гениальное Кода. У него вот какое-то было исчезновение звука на вот такой бесконечной филировке, на бесконечном деминуэнде. Я говорить не буду, я просто попытаюсь, опять же, попытаюсь сыграть вот эту самую Коду в арабесках. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так она сама занималась, понимаете, на первом курсе. Я вот так вот это все вспоминаю. Ой, извините, я больше не могу говорить. До свидания. В следующий раз что-то у меня совсем, знаете, все вспомнилось. Спасибо еще раз за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok